Глава администрации города Сухум Беслан-Эшбэй, члены делегации в рамках визита в Краснодар посетили муниципальный центр развития предпринимательства «Платформа». Начальник управления инвестиций и развития малого и среднего бизнеса администрации города Краснодара Артём Мунацкий рассказал гостям из Сухума о центре. Платформа предоставляет услуги на безвозмездной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым физическим лицам, зарегистрированным на территории города Краснодара, вплоть до создания собственного сайта. В центре также оказывают консультационные услуги для предпринимателей по вопросам анализа компании, появлению потребностей, зон роста и проблем, влияющих на увеличение их конкурентоспособности. В центре же состоялся круглый стол, посвященный вопросам экономического взаимодействия между Краснодаром и Сухумом. Темы для обсуждения предварительно согласовывались между администрациями городов с конца 2020 года. Круглый стол вел заместитель главы администрации города Краснодара Дмитрий Лагвиненко. В нем приняли участие помощники главы города Борис Тарасильский Евгений Горобец, представители управления инвестиций и развития малого и среднего бизнеса, отдела промышленности, отдела зарубежных связей и протокола администрации города Краснодара, представители малого и среднего бизнеса. Дмитрий Лагвиненко отметил, что товарооборот Абхазии с Краснодарским краем, несмотря на сложную экономическую ситуацию на пандемию, в 2020 году не стал меньше ни на рубль. По всей видимости, потому что мы, конечно, близко находимся, в нашей связи, и так уж трудно очень разорвать, несмотря ни на что. Но, тем не менее, несмотря на такую длительную дружбу, мы, в общем-то, каким-то деловым, таким серьезным экономическим отношением до сих пор, скажем так, не приступали. И, несмотря на такую катастрофу пандемии, весь мир ушел в онлайн режим, да, и мы стали, как ни странно, стали чаще встречаться на этих площадках. Да, и вот путем уже обсуждения переговоров в онлайн режиме именно нашли точки соприкосновения. Как я знаю, уже в конце прошлого года делегация вышла, да, и уже приняли переговоры с структурами городской экономики уже, если где-то, первые годы. Это очень замечательно, и я думаю, что нужно этот положительный опыт развивать, в общем-то, и углублять. Глава администрации Сухома Песлана Ишба отметил, что всегда рады бывать в городе Папратиме и подчеркнул, что у столицы Абхазии с Краснодаром были связи и до подписания соглашения в 2012 году. Нам очень отрадно бывать в городе Краснодар, и до того, пока мы уже официально стали по городам Папратиме, были эти связи, их никуда не деть. Это и родственные, и друзья, и туристы, и людям, нашим жителям городов города, Сухома города Краснодар, приятно ездить друг к другу просто в гости, отдыхать, или по делу, или как-то, говорят еще там, по бизнесу и так далее. Мэр считает важным налаживание контактов с бизнесом ближайшего региона непосредственно с производителями продукции. Для нас очень важно налаживать контакты с самыми ближайшими регионами, тем более в нашем случае и Папратиме. Продукция Краснодарского края представлена в республике Абхазии, в частности, в городе Сухом, наверное, большей частью, но и в Гагарском районе, так как это, наверное, самый большой туристический район. Если это официальная экспортно-импортная сделка для одной из сторон, разумеется, ценообразование там совершенно другое, особенно если идет от производителя. А если привязываться к региональному продавцу, допустим, у кого эксклюзивное право, допустим, от города Краснодар в Сочи или в Адлере продавать продукцию, то мы можем только к нему попасть, а у него уже сформирована цена, в том числе и с НДС. Поэтому это удорожает ту же продукцию, которую мы могли бы взять от производителя. Вот это один из нюансов тех, которые хотели бы обсудить. Песлан Ишба рассказал, что Департамент экономического развития администрации Сухома может консультировать и сопровождать взаимодействие предпринимателей двух городов. Если у предпринимателей, в том числе и с абхазской стороны, и с представителей предпринимательского сообщества города Краснодар, возникают такие вопросы, мы можем в режиме реального времени консультировать, помогать, сопровождать тех же предпринимателей. Готовы взаимодействовать, готовы новые проекты реализовывать. Можно смотреть создание совместных предприятий на территории Республики Абхазия. На самом деле не только город Сухома, вся республика зависит от внешних поставок, пользования всей продуктовой корзины и товаров народного потребления, процентов на 80. Это все импортная продукция. Что-то можно смотреть по производственной линейке внутри самой республики или в городе организовать, если будет на то желание. Но пока можно с чего-то начать, с каких-то небольших торговых сделок, которые смогут заполнить наши рынки. Директор Центра поддержки экспорта Краснодарского края Роман Воротников отметил, что Абхазия является интересным и перспективным рынком. Вы наши добрые соседи. Есть очень много связей, как экономических, так и межкультурных. С вами абсолютно согласен. Действительно, для себя выгоднее выходить непосредственно на производителя. В этой части, в принципе, мы готовы оказать любое содействие, поскольку у нас сейчас порядка свыше полутора тысяч экспортеров. По данным федеральной статистике в крае, это различная продукция. Возможно, и двустороннее сотрудничество. Очень часто компании экспортируют вам одну продукцию, но у вас готовы взять другую продукцию. Если это взаимовыгодно, с экономической точки зрения, с другим сторонам это интересно, почему бы нет. Первый заместитель председателя ТПП Краснодарского края Егор Ромский, работая в администрации, 10 лет курировал взаимоотношения Краснодарского края с Абхазией. В 2009 году он готовил соглашение, которое подписали губернатор Краснодарского края Александр Ткачев и президент Абхазии Сергей Багавш. Он подчеркнул, что все делегации из Абхазии являются для него родными. Между ТПП Краснодара и Абхазии подписано соглашение о сотрудничестве, но в связи с пандемией сейчас небольшое затишье. В целом, базис нормативный у нас есть для сотрудничества. Мы готовы сегодня в любых форматах, какие удобны нашим партнерам из Абхазии, хоть онлайн, удобно приехать, пожалуйста. Заместитель главы администрации Сухума Леон Кварчи рассказал о столице и её экономическом и инвестиционном потенциале и отметил, что администрация делает ставку на открытие производства на территории города. Беслан Фёдорович тоже ставит такую задачу. Конечно, нам хотелось бы всё-таки от торгово-сервисной экономики сделать какой-то разворот в сторону того, чтобы локализовать какие-то производства именно на территории города Сухум. Тем более, что у нас есть ещё с советских времён промышленный потенциал, есть достаточное количество предприятий промышленных, которые, к сожалению, на текущий момент по своему прямому назначению не функционируют. То есть их можно было бы задействовать. Есть из советских времён и кожзавод, есть и кондитерская фабрика, есть и рефрижератор такой общегородской. Но очень много промышленных площадок, которые, по сути, сегодня не работают. Заместитель директора туристско-информационного центра Краснодара Татьяна Березенко выразила заинтересованность во взаимодействии в сфере туризма, в проведении совместных туристических выставок в межсезонье. С туризмом, я думаю, действительно проблем особенно противных нет в пиковые потоки. А вот в межсезонье, наверное, будет интересно, да. Это могут быть совместные какие-то выставки туристические, опять же, которые проводятся в Краснодаре. И, может быть, каким-то крупным туроператорам будет интересно посетить их и узнать, допустим, на маршрутах по Краснодарскому краю, во многом, наверное, интересно будет посетить и жителям Абхазии. И, конечно, наши жители могут узнать больше, где побывать. Представители администрации города Сухум ответили на вопросы, которые интересовали предпринимателей Краснодарского края. Участники круглого стола отменялись контактами. Мадина Абганба, Давид Авицба, Пресс-служба администрации города Сухум.